Наша цель – сделать Алтайский край регионом с современной экономикой. Виктор Томенко перед политикой, общественностью, промышленностью дает присягу. Будем развиваться. Будут новые предприятия, будет рост средней зарплаты. И вот итог. За два года на Алтай пришло 14 инвесторов. Общая стоимость инвестпроектов – 58 миллиардов рублей. Накануне в Заринске открыли новую линию трамбования угольной шихты. На Иткульском спиртзаводе объявили о создании в будущем виски-курни. Деньги инвесторов идут на создание новых предприятий, развитие существующих. Так ВЗПИ работают над инновационным двигателем, чтобы встать в один ряд с мировыми лидерами. Будет скомпонована целая отрасль промышленности, машиностроения. Высоко точно, высокотехнологичная. Томенко выходец из бизнеса. Томенко – великолепнейший экономист, признается на всех уровнях вообще. По словам политолога, инвестпроекты – это точки роста региона, с которыми главе края возможно перезапустить его экономику. Как минимум, средняя зарплата выросла на несколько тысяч. Сейчас она составляет 29. Экономика, социальная сфера функционирует, то есть каких-то грубых сбоев и нарушений нет. Хотя отдельные, конечно, негативные моменты, связанные с эпидемией, известными событиями, они наблюдаются. Но они укладываются в рамках, как принято говорить, у экономистов погрешности. Оценка экономиста удовлетворительна. Общественники нейтральны. Константин Емешин уверен. Плюс в том, что Томенко объединил в себе губернатора и председателя правительства, в отличие от красноярской практики. Но минус – командный состав, когда ключевые вопросы курирует приезжий, человек без местного бэкграунда. У нас сейчас самое слабое место – это взаимодействие с муниципалитетами. То есть вот в камне эта ситуация, в Волчихе сейчас какой-то там бунт. В целом о новом губернаторе эксперты отзываются положительно. Результаты есть, пусть и не все из них, видимо, жителям. Впрочем, два года для объективной комплексной оценки, возможно, недостаточно. Анастасия Дороган, Илья Халяпин, Николай Шелко, Андрей Печоркин. День с толком.